А у нас сегодня 25 июля. Приехали мы на участок. Время уже практически пол шестого вечера. Ехали-ехали по своим делам, решили дай-ка заедем на участок. Переоделись, чагаю попили. В общем, решили отдохнуть. Вечер еще весь впереди, почему бы нам не отдохнуть. Такие у нас чудесные ромашки растут на участке. У нас, по-моему, в двух местах мы их не стали вырывать. Они прямо около забора не мешают. Такая красота. Густые и густые. Как можно ромашки за сорняк считать? Ну, такие они красивенькие. Позавчера, по-моему, да, позавчера у нас были в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, ливни. Кстати, они так стороной прошли. Вот мы работали в городе Петербурге. Не было там буквально 10 минут что-то покапало. А где у нас участок? У нас здесь прям долго и основательно проливало. Часа три, наверное, то и четыре. И хочу показать, что очень хорошо пролила землю. Земля такая прям вся влажная. Это вот место, где мы выкапывали под парковку. Я с этой стороны. Хочу показать состояние наших деревьев. Я вчера связывалась с питомником, показывала, как я посадила, отправляла фотографии на ватсап. Правильно, неправильно, потому что я очень переживаю за свои растения. Тут у меня были кое-какие вопросы по черной смородине. Сейчас покажу. И что вообще мне сказали. Во-первых, мне сказал агроном, что я неправильно их подвязала. Вот. Я так раз и вывернула. А он сказал, что так ствол, когда будет увеличиваться, вот в этом месте будет перетяжка. Он будет тонкий. Перевязать как-то крест-накрест нужно. Мы сейчас с мужем перевяжем, переделаем. Листочки все отличные, красивые, такие зеленые. Мы до этого поливали. А сейчас вот таким сильным дождем, прям сильный-сильный дождь был. Ливень, наверное, да. И они такие увлажненные. А я их когда поливала, я еще их и сверху душем делала. Потом мы вчера приезжали, мы их обрабатывали. Деревья обрабатывали мы средством раек. Раек, я думаю, многие знают, у кого деревья. Мы его обрабатывали от парши, потому что мне показалось, что какие-то листочки были. Я их убрала. И вот она такая распушилась. В общем, также мы обработали вот эта груша, наша одна, вторую грушу. Обработали вот этим средством раек яблони. Они прям воспряли. Сейчас покажу. Здесь вот появляются новые. Это груша. Груша у нас разные. Вот новые листочки. И вроде как они такие хорошенькие все, зелененькие. Тоже вот я так сделала. Перетянула. Вот в этом месте никак у меня ствол не увеличится. То есть он сказал, что у вас будет он в этом месте тонко. Это наша красавица груша. Мы покосили. Я здесь всю траву убирала, приходила одна. И вот они яблони. Яблони тоже все перевязать. Он мне про яблони сказал. У вас, говорит, все неправильно подвязано. Эта яблонька у нас ранняя. Самая первая. Мы тоже вчера этим средством раек все обработали. Вот мне показалось какие-то листочки. Он сказал, на всякий случай обработайте. Вот немножко какие-то я пятнышки обнаружила. А потом эта яблоня средняя. Не по росту средняя, а вот средняя, что она по созреванию. Здесь вот тоже я обнаружила какие-то пятнышки. Поэтому я ему и звонила, спрашивала. А вот эта у нас такая совсем почему-то зачахлая была. Что-то с ней такое было. А сейчас я вижу, что она исправилась. Единственное, он нам сказал, что мы ее выровнять должны. И вот он на нее посмотрел. Она такая сама по себе худенькая, высокая. Где-то мне, где по грудь такого она роста. И он сказал, выравнивайте, а то она у вас такая кривая будет. То есть получается веревок надо больше. Мало того, что перетянула неправильно. Еще и вот, ну вот, неровно она. А так она хорошенькая. Вот она, листочки у нее лучше стали. Они были сухие. И часть листочков я убрала. А эти прям я вижу, что они насытились влагой. Вот. Хотя вроде мы поливали. Состояние сегодня мне нравится. После того, что я увидела до этого. Она, мы уже думали, не прижилась. Потом он нам сказал, что может быть мы неправильно, неправильно перегной. Мы у них купили перегной. И как проверить, что возможно вы сожгли корни. Он мне говорит, что пятнышки пошли. И он сказал выкопать максимально глубоко в ямку. И потрогать, что если там внутри теплее, чем снаружи, значит мы там много этого удобрения положили. Мы вчера с мужем приезжали. Вырыли вот у этой яблони, вырыли ямку, потрогали. Там такая же температура, как сверху. То есть все нормально. Но будем наблюдать. Она какая-то была поникшая. Может быть и влаги не хватало. Может быть приживалась. Но вот на сегодняшний день прям вижу состояние. Вот мы вот этим раек обработали. А потом хочу показать, значит что хочу показать. Это у нас смородина черная. По поводу черной смородины я очень переживала. Мы ее сажали под 45 градусов. И нам сказали ее обрезать. Причем в питомнике у них расходится мнение. Женщина, которая продавала, сказала обрезать. А мужчина, агроном сказал, надо было весной обрезать. Но говорит обрезали, так обрезали. Значит обрезали, обрезали. Но хочу показать, что здесь уже вот. То есть она нормальная. Здесь уже вот эти зеленушки пошли. Почки, по-моему, он мне сказал. А здесь уже вот листочек новый. Такая прелесть. Вот здесь еще. Здесь. И вот здесь вот. Видно. Вот этот вообще у нас, мы за него переживали, что он зачахнет, вот эта черная смородина. Потому что здесь облетели все кусты. У нас были такие сильные ветра. И из-за ветра пришли ничего нет. Но видно, что здесь вот зеленушка пошла. Здесь пошла. Здесь пошла. И здесь. Один, два, три, четыре. Я точно вижу. Вот на таком голом стволе. Четыре я вижу. Знаете еще, почему так произошло? Вот что я испугалась, что оно чахнуть начало. В общем, все вот эти сорта черной смородины у них стояли в парниках. Он мне сказал, скажите, какие вы купили сорта. Я скажу, откуда вам их принесли. Я ему перечислила все свои сорта. Тут изюмные. Еще какие-то. Он говорит, все понятно. Вам принесли его из парника. Все эти кусты. Там они без ветров стояли. А тут мы их посадили. В общем, у кустов шок. Ветра, дожди, солнце. Что вот эти листики. Вот он сказал. Тоже зелененько. Он сказал, у них сейчас акклиматизация идет. Здесь вот зелененькое. Зелененькое. То есть он посмотрел. Все в порядке. Здесь тоже хорошие все. В общем, каждый куст у нее новенькое. Все вот это зелененькое. Вот где листик. Он мне сказал, так как вы обрезали, у вас уже в этом году пойдет вот это зеленое. Вот она идет. Вот из каждого этого. Прямо это очень радует. Это по поводу черной смородины. Потом хочу показать. Прямо за сутки вот эти ливни прошли. Мы вчера приехали. А тут картошка такая высокая. Сантиметров 25 уже. Наверное, огромная-огромная. Я когда увидела, даже не ожидала. Во, какая. О, какая. Ведь только посадила. 12 июля я посадила картошку. Вот так она выросла. Сегодня 25-е. 12-е, 25-е. Ну, в принципе, вон ее прибило. Земелька. Такие прям ливни были. И вся. Вот я ее сажала по три. Три. Один, два, три. Один, два, три. Все взошли. Вот какие-то выше, какие-то ниже. Я еще вчера прошла. Вот так посмотрела. Нет пробелов. Вот нет. Вот даже вот такая маленькая. Она дойдет. Здесь вот вообще уже огромная. То есть с картошкой все в порядке. Земля пролита. Все отлично. Потом на сегодняшний день состояние того, что я посадила. Здесь салат. Видно, что крошки такие здесь маленькие. Еще здесь тоже. А потом здесь два рядочка у меня укропа. Вот. Вот это пушистый укроп. Зеленушка наша. А вот это петрушка взошла. Петрушки в прошлый раз не было. Вот два дня назад петрушки не было. Вчера, по-моему, она только начинала. И здесь вот. Вот этот ряд что-то не очень такой, отстающий, крайний. Может быть, я насыпала мало. А вот эти прям молодцом. Рядочки так красиво у меня. Ну, а со всем остальным все в порядке. Значит, это у нас красная смородина. Один, два, три. Мне нужно прополоть. Трава прямо это растет. Сегодня мы вот этим средством, райок, он нам посоветовал на всякий случай, тоже вот все это обработать. Жук вот этот аппарат у нас обшикать. А также питомник не исключает, что все болезни у них также могут быть. Крот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, шел-шел-шел и разошелся крот. У нас тут кроты. Кроты. Малинка. Молодцом стоит. Зелененькая. Красавица. Вот листочки такие. Все в порядке, значит, все прожилось. Так переживаем за наши саженцы. Вот такая прелесть. Здесь тоже. И вот еще одна. Свеженькие такие красивые. Молодцом стоит. Все в порядке. Здесь я выравнивала. Еще нужно довозить. Компост наш. Вот так, бочки. Здесь у нас крыжовник. Тоже с ним все нормально. А борщевик такой прям под крыжовник. Типа мы его не заметим и не срубим. Типа тоже я тут расту. Вот еще ромашки тут у нас. Тут все в порядке. Вот крыжовник вообще в порядке. Сорта разные, поэтому листочки разные с ягодками. Ягодки мы не едим, потому что все это после обработок. И хочу показать кедр. Тоже такие выдержал все ливни. Все грозы, ветра. Смотрели видеоролик про кедр. И оказывается, он очень медленно растет. В год 2,5 см всего. И мужчина сказал, через 10 лет у вас он будет на 25 см выше. То есть он через 10 лет будет вот такой. Очень-очень медленно растет. Вот эти гладиолусы из магазина Светофор. Мы насчитали 11 штук. Мы их каждый день пересчитываем. Вот когда приезжаем. Пересчитываем. Вот самый первый тут этот длинный был. А потом тут они начали. Вот. Кокусики такие. Пересчитали. Все на месте. Все 11. В общем, ждем. Дальше у нас слива. Вот она стоит. С ней все в порядке. И жимолость. Кстати, вот крот вышел тут. Вырвал около забора. Он где-то около забора вот ходит у нас. Это жимолость. Вот здесь. С краю. И дальше вся полоса. Это тоже жимолость. Все нормально с ней. Кстати, нам пришли берочки. Мы их еще не забирали. Вот такие берочки мы заказали. На озоне. Вот малина написана. Привезем все, подпишем. Бирочки я схожу, заберу на озоне. И повесим. Будут у нас бирочки с сортами висеть. Мы сделали лавочку. Вот на улице около террасы. Лавочка называется «За две минуты». У нас были пеньки. Мы их тоже как-то привозили еще прошлой осенью. Хотели просто такие сидячие места сделать. У нас их четыре штуки. Остался один пенечек. Вот там, может быть, столик какой-то придумать. И доски. Взяли доски у нас тут были. Прибили. Один гость, второй. В общем, лавочка вообще прекрасная. Она такая длинная. Наверное, полтора метра. Может быть, даже около двух. Метр восемьдесят. Она такая длинненькая. Около террасы. Вот терраса. Муж ее сейчас отшлифует. Потому что она такая шершавая. Вот обычное дерево. Он ее отшлифует. А я у нас масло осталось. Маслом для террасы покрою. Чтобы если будет лить дождь, дождь отскакивал. Вот такая прям беленькая получилась. Гладкая, отшлифованная. Пока я там ходила полола со своим новым инструментом, с полольником. Вот полольник ходили. И я ходила полола. Может, тут шлифовал. Сейчас я все смету венечком, щеточкой. И покрою маслом для террасы. Тогда приобретется такой цвет. Вот как наш пол на террасе. И дождь, когда будет. Так как это улица. Все будет отпрыгивать, отскакивать и не впитываться. Нашли вот один большой свободный пенечек. И решили сделать столик. На улице будет у нас столик. Прибили доски. Вот выровняли их метр. Ширина метр. Вот, прибили один, два, три, четыре. Сейчас ровненько обрежем. Все расчертим. Уголку. Здесь также. Все, лишнее сейчас отрежем и будет ровненько. Золо leadership. Золо текла. Золоire. Золо тревизор. Золо ровненько. Все, покрыла я маслом для террасы скамью. Такой цвет получился прям красивый-красивый. Необычный такой какой-то под старину. Отшлифована и покрыта. Здесь я начала тоже. А здесь не нужно покрывать маслом. Здесь нужно еще немножко доски взять, рубанок выровнять. Вот так у нас получилось.